От пациентки. КТ делали так, как болело ковид. Вопрос, конечно, что за очаги, и похоже они на МТС. Туберкулез или что еще? У пациентки ранее не было их, но проводилась фолкоплановая. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 1553 года рождения. Дата исследования 11 марта 2022 года. Область исследования. Грудная клетка. Примультиспиральной компьютерной томографии с использованной реконструкцией в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях по строению трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправлены. Пневматизация легочной ткани неравномерна. Справа ВС-10 визуализируется подкастральный фиброзный очаг размером 7х6 мм и внутрилегочные очаги диаметром 4,2 мм. ВС-2 справа два очага диаметром до 3 мм. Слева ВС-6 фиброзный очаг диаметром до 3 мм. Преимущественно в базальных сегментах сформированы многочисленные фиброзные тяжи, участки консолидации легочной, участки локального пневмофиброза, более вероятно постпневмонические изменения. Ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. В центральных отделах бронхи несколько расширены, стенки их уплотнены. Средостень не смещено и не расширено, но образование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены обычной формой структуры. Жидкость в плевральных полостях и перикарде не выявлена. Свежих, костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. А выражены дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, сформированы краевые остеофиты длиной до 8 мм. Сердце несколько расширено в поперечнике. По стенкам аорты и корональных артерий многочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Желудок на 16 мм пролобирует грудную полость. Заключение. КТ-картины неравномерной пневматизации легочной ткани, очаги обоих легких, ланг, РАЦ-2, участков локального пневмофиброза, бронхита, атеросклероза, аорта и коронарных артерий, выраженных дегенеративно-дистрофических изменений грудного отдела позвоночника, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Рекомендована консультация терапевта. 15 марта 2022 года. Доцент кафедры, кандидат медицинских наук, Котов М.А. Комментарии врача-рентгенолога. По всей видимости болели пневмонией. В нижних отделах легких участки фиброза это не опасно, жизни не угрожает, но может давать чувство одышки слабости. Также есть фиброзные очаги, они тоже какой-то угрозы не представляют. Просто участки склероза легочной ткани. На ФЛК их не увидеть, это ланг РЭЦ-2, но через год КТ имеет смысл повторить. Есть проявление бронхитобронхоспазма, это может давать кашель-слабость. С этим имеет смысл показаться терапевту. Желудок проходит в грудную полость, это может давать боли верху живота, чувства изжоги. С этим тоже лучше к терапевту, имеет смысл сделать гастроскопию.